Доброе утро. Не наступай. Без рукавку надо было. Без рукавку. Ладно, не замерзнет, но на машине. У нас уроки, поэтому мы поехали. Девчонки еще все спят. Время полдесят. Обычно папа один, но сегодня хочу на рынок заехать опять. Может быть сегодня работает там, где паласа продают. Ой, у кого-то музыка играет. Это скорее всего чей-то дом такой яркий. И тут еще наверное магазин был или что-ли. Ну там заразла тропа к нему. Вот это вот у нас музыкальная школа. Ой нет, это, господи, что я вру-то. Это по-моему садик небольшой. Да, надо посмотреть. Вот там музыкальная школа, а вон там дальше библиотека. Вася говорю, зайди, выбери себе что-нибудь. Все никак. Он же любит читать, когда кушает. Смотрите, там охранник не пускает. Он что-то мне говорил там что-то. Что-то типа садика. И вот сразу вот видите напротив ДК. Там Санечка у нас занимается. Ну еще в школе предложили интерьерную игрушку. Тоже по субботам занятия. Надо с девчонками поговорить. Там, по-моему, по понедельникам занимается в школе интерьерной игрушкой. А в субботу занимается в ДК. Вот здесь вот. В субботу у нас занятия... А нет, не получится. У нас в субботу у Женьки 8 часов. Сольфеджио 9.40. Как хор. И не получится. Если только Сашеньку на интерьерную игрушку. Она так-то просилась. На оригами просилась. В общем, я поговорю. Нет, Жене не получится. У Жени суббота занята полностью. Уже не выходной, только воскресенье. Тома говорит, я сегодня молодец. Все баловались, разговаривали, а она нет. Ну-ка, пристегнись, быстренько. Пристегнись, папа уже поехал. Ух ты. Все, пристегивайся, доченька. Мы едем домой. Я, по-моему, не говорила. Выбрали ему паласы. Но Знаете, что хорошо? Сразу, где мы покупали, они сразу их там и оберлаживают. Потом, вы знаете, раньше купим, и дома сидишь, обшиваешь этими суровыми нитками. А тут они сами все. Я уже все заплатила. Сказали к 12 подъехать, забрать. В зал мы выбрали палас такой, что я вот сейчас сижу и думаю, он, наверное, будет очень куча смотреться. Но у нас есть выход. Ой-ой-ой-ой, как опасно около нас проехала машина. Мы можем то, что мы сейчас купили, положить где наша спальня будет. А себе точно такой же ну вот в зал, где телевизор выбрать побольше. Ну, в общем, будем смотреть. Я вот сижу. Сначала-то вроде как мы выбрали, все нам отрезали. А сейчас меня терзают сомнения, правильно ли мы сделали или нет. Вот эту ручку мы забрали. Мы сейчас пойдем домой. Будем завтракать. Правда, завтрак получится очень поздно, но ничего не сделаешь. Надеюсь, дети проснулись. И Настя позвонила, сказала, что она едет с Софийкой. Димка, наверное, ой, кто к нам приехал, кто, ой, Попова лазила и в рот сразу. Доченька с сыноченькой приехали. Кот, Виста в Софию хочет приезжать. Поехал, пап. Так, Василий Владимирович поехал с заполасами, которые мы купили. Тут будет темноватый. Почему мы темноватый купили? Потому что тут все, видите, вот. Вот, чтобы... Единственное, кому мы не купили палат, это девчонкам комнату. Она сёпли об этом выделает. Сонечка, не выдели сёпли. Ух! Заболел ребенок немножко. Насморк. Надо поднять, сейчас отец будет открывать дверь. О, так вставай. Папа, подожди, подожди. Мы сейчас с тобой съезжем, в парикмахерскую заодно заеду. А лепестиков на кого? На мастер. Смотрите, нам привезли журнальный столик. Я уже говорила, что они просто потеряли комод, нужно его привезти. Вот нам привезли. Я выбрала белый. И уже думала о том, чтобы вот этот вот комод сюда перетащить, вот сюда. Но он сюда не подходит, под свет. А ты, зачем столик? Чтобы лазить. Да. Вот он, видите, по свету подходит. И то он чуть-чуть отличается. И комод сюда, если надо брать, то надо вот такого же цвета брать. Да. Тома, а Том, приберись, пожалуйста, у себя. Свой дом. Видите, у нас какой ветер. Орехи падают. Все? Угу. Вещи. Пойду помогу. Тоже пособираю. Пацану спрятала орех. Вот купили паласы. Потом занесем. Мы еще мясо купили, продукты. Ой, какой ветер у нас. Смотри, я не купила себе куртку. Ну, не куртку, а рукавку. Вы знаете, сколько видел, рукава прям длинные. Очень сложно мне подобрать. А без рукавка, смотрите, как хорошо. Ну, естественно. Темновато, плохо видать. Да, если я вот так выгляну. Наоборот. Подстриглась заодно заехала. Настя в газках зато не смотрит. О, модная теперь. Сковородная. Сейчас покажем, что мы купили еще. Фарш еще ходит, собирает корецкий орех. Мы сейчас ели, он немножко горьковат. Так, заехали мы в магазин. Я уже говорила, что мы купили мясо. Дала я фарша 2 килограмма. Я не вижу смысла покупать в мину говядину и крутить, потому что фарш реально очень вкусный. Да, дети? Ну, ничего они там не не добавляют. Это станица тут все у них покупают на роду очень много. И на шашлыки, кстати, там приходили одни, опять, у папок сразу что ли покупали. Взяла чистое мясо по 350 рублей. Это семена? Да, и ребрышки. Ребрышки по 290. Знаете, я так посмотрела, цена довольно-таки демократичная. Чистая мякоть, представляете, ни одной косточки нету. 350. Фарш по 360 рублей за килограмм. Купила лекарство, зашла. Это Наша попросила для Сонечки, что как будто как она совсем разболеться собралась. Взяла Найс, Диклофенак. Папки сейчас укол буду ставить. Вот, видите, вот такой совсем он разболелся. И себе диабетон. Я нигде не прописана. Ну, в смысле, прописана в сухтеке, поэтому лекарства покупаю я сама. Вот. Девчонки, сосиски сейчас будут. Дочень, не надо зубами. Сейчас Алина сама все сделает. Потому что сейчас мы будем варить макароны. Мы весь, все утро проездили. Время уже два часа. Нам надо обедать. Поэтому купила я сортельок в агрокомплексе. Вот таких и вот таких. Сейчас мы их приготовим. Ну, и взяла девчонкам немножко побаловаться соку. Это вот тоже муравьиный спирт. Это уколы мы ставим. Также в агрокомплексе купила вот такую ромашку. Хлеб, хлеб. Вот такая колбаска. Купила, типа, готовить буду. ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Она купила. Летит. Да. Вот, крывашку взяла. Тут прошлый раз не было, пришлось ножом открывать. Салфетки, хотя у нас есть, и вот еще такую штучку, чтобы туда поставить, чтобы, о, не вытирали. доча. Не надо, милая, не повыти. Бумагу для выпечки и рука для запекания. Все, вот такие покупки и паласы еще, но отец еще их не занес. Сосиски, сардельки мы не варим, очищаем и в микроволновку. Да, вот так вот. Все голодные, все есть хотят. А где у нас Саша? С котами на улице? Каком же? Компьютер смотрит? Ну, я сделала два видео сняла. Да? Ну, ты молодец. Подсохли у меня контейнеры, хочу туда кубу, сахар, что-нибудь. А у нас 500 тысяч подписчиков. 500 тысяч подписчиков у нее? Томичка, ты подождала. Мы сейчас пообедали. Пачка макарон у нас еще все равно осталось немножко. кто-то оставил ложку. Винегрет еще есть. Мой кофе. Все бросили. Ну, сейчас моя очередь тут прибираться и поэтому я сейчас вернусь. Все поубираю. С кофем хожу. У меня кофе уже на 5 раз жененный. Я один раз заварю, забуду его, приду, кипятка долью. Так, начнем. Купили вот такую дорожку сюда. я думаю, нормально. Тут не так важно какой. Там еще были, знаете, такой сиреневый с цветочками. Ну, я почему-то решила такой. Нам еще двери надо поменять. Но это не скоро будет. Но двери мы все 100% поменяем. Сделаем какие-нибудь беленькие, светленькие. И надо что-то придумать. Наверное, двухсторонний скотч, что ли. надеюсь, теперь у нас носки будут чище. Тоже мне так нравится. Вот такой, конечно, надо было бы. Но не было. Вот такой. И пойдет. Грязь меньше будет видно. Так, выбрали мы вот сюда вот такой палас. Вы знаете, он маленький сюда. Девчонкам мы ничего не подобрали. Я думаю, Вася говорю, давай мы к девчонкам его положим. Вы внимания не обращайте, у нас бардак конкретный. Обычно я утром сама прибираю, но сегодня я все утро проездила. Попробуем сюда девчонкам его кинуть. Покупали мы не ковры, это небольшие паласы. Пап, что, попробуйте положить. И сейчас покажу, какой мы купили. Вон тот мы его сейчас сюда положим. И купили Дарине еще, который мы сюда покупали, вот сюда попробуем положить. Вот этот палас я покупала Дарине в комнату. Он уже был готовый. Но сейчас я посмотрела, он по цвету не подходит. Он там сиреневый, а я почему-то думала, по цвету подойдет. Вот так лег палас, который мы брали, он даже тут маловат. Ну, чем хорошо, что он небольшой, что в любое время его снял и пропылесосил. Пусть пока тут лежит. В четверг должны новые привезти. Вася говорит, вообще этот надо было на веранду, там, когда утеплим, и на веранду его положить. А девчонкам, знаете, я хотела однотонный, вот такого цвета примерно, он такой пупырчатый, но выбора как бы сильно не было. Пока пусть тут лежит. Видите, как хорошо, вот нам отрезали, и у них сразу есть аппарат, который обверложивает, я уже об этом говорила. Вот, временно. Они недорогие, я не знаю, наверное, рублей 900, наверное, так, метр стоит 820, да, или 890. В общем, это не очень дорого, так что ничего страшного, тем более на веранду все равно нам полос надо будет. Так-то он там, когда мы выбирали, смотрелся хорошо, я говорю, грязи поменьше будет. Вот, купили, конечно, вот это вот к Дарине в комнату. А если его положить в этот зал? Девчонки постоянно там играют. А только белый куда? А его попробовать сюда, он не меньше? Или еще больше? Тут больше даже. Угу. Идет три, да? Ну, три с половиной на три, наверное, или на два. А лишь на руля. Три? А на три с половиной, значит. Да, три на три с половиной. И тут три с половиной одинаковые. Да, тут так одинаковые же. Так давайте к Дарине положим, раз Дарине купили, он ляжет на всю комнату, как раз хорошо ей. А, Дарь? А, дочь? Иди сюда. Ну, пусть будет синенький, там сиреневенький, ничего страшного. А твои глазки же подходят, да? Мы сейчас все вытащим, положим и обратно все тебе поставим как надо, как хотели. Как Дарина хотела. Опять она шторы в кучку собрала. Так, ну, что думаем-то? Ложим, нет, к Дарьке? Не надо, не делай так, Дарь. А может, к девчонкам его положить? О, давайте его к девчонкам положим, пап. Да. Он больше, мне кажется, почему-то так. Попробуем. досточка. Терки, досточка. Смотрите, мы решили, что это подойдет к Дарине в самый раз. Только, знаете, как мы сделаем? А все так и сделаем, под кровать его заправим туда и все. А Дарька пофиг, ничего не интересно. Вот я позже прибежала и смотрела, что мне тут ложат. Она наоборот убежала. Во, ей будет в самый раз. Все, пускай тут лежит. И вы знаете, ведь мы все, люди напишут, вам надо было сначала все измерить. Мы все измерили, так-то. Так-то у нас бумажка есть. Заколебали мы там. Кто это? Ты не раскидывай все. Маш, вот поступишь туда. В институт. В институт. Алина поможет Насте доехать. А ты что, без куртки без ничего? Я, да. Конечно, она же еще больше за температурой, бедная девочка. Ну, температура небольшая совсем. Помогли. Угу. Там же еще партия будет. Ну, ну. Помазала ей рот. Мама, Алина... Вот смотри, как Алина обувается. Ну, не ходи ты по моему полосу. Томка! Как у тебя грязные. Это ты куда потащила? Куда ты пошла раздетая какой ветер холодный? А? Домой поехали. Забрали, не забрали. Когда я сидела уйдет, она Алина пешком пойдет. Ну, у нас, тебе просто магазин надо заехать, они до магнита доедут, Алина посидит с ней. Тома, не ходи, ветер какой, заболеешь. Я быстро домой, потом скажешь. Заходи, смотри, какой ветер. Софийка заболела, и ты заболеешь. Пойдем домой, пойдем зрителям покажем, как мы палац положили. Четверт должны еще принести. Можно, только оденься на мой не наступай, пожалуйста, на мой палац. Томка, разувайся. Девочки, давай погуляем. Девочки на телевизор смотрят. Так, постельные меняем. Саша, между прочим, обратно легла. Она на диване поспала, ей кошмар приснился, она обратно легла. Здесь. Но Вася сказал, когда мы утеплим прихожую, эту, как она, веранду, мы туда несем диван и купим точно такую же кровать. Точно такую же. Ну, без матраса. Вот. А, палац. Вот так вот. Поэтому ничего страшного, что он тут синий, потому что сюда можно покрывало положить, чтобы диван зеленый, а палац синий. Ну, зато он вообще как хорошо лег. Смотрите, видите? Мама, я спула. Сейчас, сейчас. Мама, ты спула. Что это? Нет, твоя там другая. Ну, а так-то вот так. Ничего. Так, белье стиранное положили, сейчас я разберу. Девчонки как-то разбирают, они просто накидают, а дальше маме надо. У Дарины еще так ничего не доделали, потому что у нас был семейный совет очень долго мы разговаривали. И вот так вот у нас лег сюда палац. Вот. Я думаю, нормально. Сначала мы хотели четырехметровый, потом дом сильно огромный, его не помыть потом, ничего, вытащить очень тяжело будет. Ну, решили мы такой маленький пойдет. И потом сюда еще закажем. Дом мы переселились ее всеми играми сюда, поэтому сюда нужно обязательно небольшой такой ковер, чтобы Тома могла тоже палац играть. А то слишком грязно от Томы, тут все накидано. Вот. Пусть тут она играет. Но она так обрадовалась, она сказала, все, это моя комната. Ладно, пусть тут живет. Саня, эти видорки покупали как внутри назад. Даже больше. Никто не пьет, я решила какао сварить. А то уже завтра свободности закончится. Размешала. Вы знаете, что-то мы как с ума сошли. Покупаем хлеб, хлеб, хлеб. И сегодня еще две булки купили. Сначала хотела гренки сделать, потом думала, кто их будет есть эти гренки. Решила я их сухариками. Вот столько хлеба. Сейчас накрошу все, нарежу и будут у меня сухарики. Вот. Потому что там что есть еще хлеба достаточно. Приготовлю духовку. Видите, как включаю. У вас я так и не сделала у меня. Но это не быстро делать. Он весь день будет протягивать. Так, дорогие мои, извините за беспорядок. Сделали перестановку мы. Это папа с девчонками, конечно. Сейчас закрою. Не все они еще тут распределили. А ты где была? Я тебя потеряла. Не можешь еще? Я утром 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 ну я думаю нормально. Единственное шторки надо Дарине как-то пополам. Она постоянно дергает их. Я их вроде расправила, нет, опять. Покрывала у нее, заказала ей покрывала личная. Это покрывала Насте, она надо отдать. Насте, оно большое для Дарины. в общем вот так вот. Дарька уходит, никогда свет не выключает. Надо выключить. И девчонки. Круто, в Тик-Токе снимаетесь? Ох, надо было постучаться, да, мамки? Нет. Нет? Давайте подойдем. Девчонки у нас уже намытые, в школу собрались, приготовили все в школу. Все готовились в школу. Утром еще уроки сделались и в кубурку прочитали полностью? Я прочитала. Да, я тоже прочитала. Самое главное, все в школу соберите. Так, порядок наверное завтра буду у них наводить. Мы придем, мы уже тут так чисто. Ну мечтайте, мечтайте. Ну все, говорите пока. Всем пока-пока. Что вы сказали? Они сказали, мы придем со школы, тут будет чисто, мама приберется у них Ага, Деловые. Ну вообще мама конечно прибирает. Тут тоже на комодич попало, она обвалена была, прибрала все. Так все, дорогие мои. всем пока-пока-пока. Всем пока-пока, до завтра. Всем пока-пока. Кто не успел, кто поздал. Всем пока-пока.